Стремление к познанию всего нового и интересного, особенно сильного в молодые годы. Не случайно я выбрал в себя помощника юного настралиста Алёшу. Каждую неделю он находит для нас новую тему для своих преподавателей. Алёша, что ты нам приготовил сегодня? Здравствуйте, Николай Николаевич! Привет всем, кто увлекается живой природой. Сейчас я нахожусь у настоящих каюров и хочу прокатиться на настоящей собачьей упряжке. Кристина, вы мне поможете? Конечно, я тебе помогу. Всё расскажу, как вообще управляем наши пряжки, с чего состоят наши санки, так называемые нарты. У нас еще нарты, а два основных колеса – это лыжи, грузовая площадка, на которой можно перевозить груз. Есть полок, в который мы укладываем весь груз или нашу собачку, которая у нас устала для перевозки. Есть также тормозной коврик. Мы его используем при спусках с горок. И есть еще так же основной тормоз. Это тоже, когда мы хотим остановить полностью упряжку. И вот мы вот так вот нажимаем, и, соответственно, происходит торможение. И основная конструкция, которая удерживает всю упряжку на одном месте, она сейчас у нас сбита глубоко в снег. Видите, это окошки. Он глубоко впивается в снег, мы его забиваем. И чем сильнее тянутся собаки, тем больше он впивается в снег. Дальше мы переходим непосредственно уже к самому снаряжению, до которого мы сажаем наших собачек. Первый карабин – это то, к чему мы цепляем нашу нарту и якорь. То есть якорь держит не нарту, якорь держит непосредственно всю упряжку. Это называется амортизационная резинка. Она дает возможность собакам при ревках не получать сильный удар на спину. Дальше основной карабин, который сцепляет уже к центральному подтягу. Вот, к нему подстегиваются все шесть собак. И от центрального подтягу идут отдельные две постромки. А как называются вот эти ремни? Эти ремни называются шлейками. Это основная одежда наших собак, у которых они работают. А шлейка одевается через голову. Основное кольцо у нее, воротник, так называемый, одевается на шею. Далее постромки уходят под живот. Вот, и еще вот для ребенка, ты видишь, они работают сверху. То есть фиксируется работа легких, фиксируется работа продольных пышц спины. И вся нагрузка при этом в работе у собак распределяется по всему его телу. Тем самым облегчая движение собак и ее работа. А какие породы собак могут работать в упряжке? Знаешь, в принципе, может работать любая собака. У нас сегодня, ты видишь, сибирский хасок. Это наша порода, которая нам понравилась. И мы на нашем клубе занимаемся именно с этими собаками. Эти собаки очень легко поддаются в дрессировке в упряжке. Они великолепно понимают команды вперед, стоять, лево, право, тише. И вообще они наши лучшие друзья. Кристина, моим телезрителям будет интересно, почему вас называют каюрами? Каюр, переводя на обычный наш язык, это человек, который управляет собачьей упряжкой. Погонщик собак. К этим людям относятся те, кто обладает мужеством, бесстрашием и любовью к нашим собакам. Кто не боится холодов, не боится лесов и готов двигаться на упряжке долгие-долгие километры. Кристина, я знаю, что вашей упряжкой управляет собака-вожак, это так? Да, Лешенька, пойдемте познакомлюсь с ним. Ну, чтобы ты понимал, да, вожак – это лидер упряжки, это достаточно мощная, сильная и хорошо поддающаяся дрессировке собака. Вот, он ориентируется полностью на каюра, а каюр ориентирует всех собак на эту собачку. Лидер у нас Рей, ему 4 года, а Матису 3 года, они живут вместе и уже второй год работают в одной паре. Лидер – это самый лучший кабель в упряжке, который регулирует все отношения между собаками. Он великолепно слушает команды каюра, и я ему полностью доверяю, как сама себе. Кристина, я могу прокатиться в упряжке? Конечно, можем. Пойдем. Кристина, Лешенька, я думаю, тебе у нас очень понравилось, и к нам, Леш, еще раз приедешь. Я хочу тебе подарить книгу Олега Теремина, который написал его вожак «Звонок». Пожалуйста. Лево давай, лево. Пошли, хоп, 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 хоп. Пошли, 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 хоп, пошли, хай, хай. О-о-о. Ай, молодец. Хоп, 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 хоп. Ладно, Николаевич, надеюсь, было интересно. Давай, 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 давай. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Спасибо, Алёша, это было действительно интересно.